Интернационные студенты, которые учатся в американских университетах на визах, будут уйти в стране, если их классы будут полностью онлайн. США не попросили, а потребовали обучающихся онлайн-иностранцев из СНГ в том числе, покинуть страну. В противном случае будет депортация. Именно такая новость встречается сегодня в СМИ, и мы не могли не прокомментировать ситуацию. Давайте рассмотрим новые правила более детально. Затронет ли это вас? Если да, то как избежать? Начнем сразу с двух хороших новостей. Студентам, находящимся в США по визам F и M, действительно необходимо будет уехать, если занятия осеннего семестра в их учебном заведении пройдут полностью в онлайн-формате. Однако, в качестве альтернативы им предложено сменить вуз на тот, где хотя бы часть занятий проходит точно. И таких вузов вокруг действительно немало. Да, придется немного раскошелиться, но это стоит того, так как визы данных категорий не только обеспечивают иностранца возможностью легально работать, иметь номер социального страхования, но и находиться в стране в течение 365 дней в году и продлять визу каждый год без выезда. По визе F и M можно спокойно летать домой на выходные и пользоваться иными благами, о которых мы рассказывали в своих прошлых публикациях. Перевод из вуза в вуз возможен. Агент берет за смену учебного заведения от 500 долларов. Процесс в среднем занимает месяц. В некоторых вузах, например, там, где я сам проходил обучение, находится колледж на Манхэттене в Нью-Йорке. Можно сделать это практически бесплатно. Зависит от выбранной программы будущего обучения. Если вы сейчас подумываете поехать в США по данной визе, важно, чтобы учебное заведение, которое вас приглашает и готовит форму приглашения I-20, имело полностью утвержденный план обучения исключительно в оффлайн-форме. Вторая новость. Касается убежища в США через Мексику. Суд округа Колумбия отменил право, требующее, чтобы иммигранты сначала просили убежище в другой, третьей стране. Окружной судья США Тимоти Джекелли вынес решение в пользу иммигрантов и просителей убежища, которые утверждали, что это правило убежища в третьей стране, которое было разработано совместно Департаментом юстиции и Департаментом национальной безопасности, нарушая закон об иммиграции и гражданстве. Мы сделаем более подробные видео по данной тематике уже совсем скоро. Оставайтесь с нами. Всем удачи в иммиграции. Всем привет, друзья. Сегодня я лечу в Мехико-Сити на вечернем рейсе. Ждите новое видео из Мехико-Сити. Это транзитный город, через который летят рейсы в Тихуану, в Мехикале, в Хуарес, в Сонору и так далее. Продолжение следует...